Любимые, дорогие, всем бонжур! А вот еще какая маленькая колода у меня есть. Давайте сейчас ее спросим, что нас ждет на этой неделе с 30 сентября по 6 октября. Можно загадать, как обычно, себя, интересующего у вас человека или проблему. Как она разрешится на этой неделе, если вас это интересует. Выбирайте свою бабочку, либо на каждую бабочку можно что-то или кого-то раскидать. Три варианта, соответственно. Итак, что нас ждет на этой неделе? Вариант 1. Пусть будут только приятные сюрпризы и немножко предупреждений. Вариант 2, вариант 3. Вариант 1, вариант 2, вариант 3. И еще по одной карте выложим. Загадывайте, выбирайте свой вариант. Я сейчас традиционно подправлю карты, чтобы они более-менее ревненько лежали. Потому что я люблю, когда все ревненько. Так, загадывайте, выбирайте, если вы и вы. Вы, если вы это, если вы не вы, если вы это, вы. Загадывайте, выбирайте свой вариант, если вы этого еще не сделали. А на дне колоды у нас осталась карта дом, что очень даже неплохо. Положение власть, она здесь называется. Вы достигнете цели, используя дружественные связи. Дальнейшее их укрепление, связи, видимо, соответственно, поднимет вас на более высокую ступень. Ну, все, что связано с домом, с семьей, со связями в широком смысле, здесь для всех, какой бы вы вариант ни выбрали, все здесь будет благоприятно. Возможно, вопросы недвижимости пойдут у всех очень хорошо и решатся. Да, то есть, если у вас основной вопрос недвижимости, этот самый квартирный вопрос испортил не только московичей, так что всем актуально будет этот вопрос недвижимости у вас решится. Пусть решится на этой неделе, я вам этого желаю. То есть, не обязательно прямо вот сейчас купите или продадите квартиру прямо на этой неделе. Но, во всяком случае, решение, нужный человек и нужная связь придет на этой неделе. То есть, сделка может состоиться позже, но решение, договоренность будет принято именно вот сейчас, да, именно на этой неделе. Ну, что укрепление связи с друзьями, с близкими, с родственниками, вообще с теми людьми, кого вы хотите к себе приблизить, это у вас будет взаимно у всех на этой неделе. Так что займитесь, да, по связям с общественностью, служба по связям с общественностью, займитесь вот укреплением связей, да, налаживанием контактов и, собственно, на перспективу. Если вы хотите с кем-то жить вместе, то здесь можно сразу в двух направлениях работать и самого человека обрабатывать на тему, что вы хотите жить с ним вместе. И, собственно, готовить площадку, готовить хнездо, готовить дом к появлению у вас этого нужного, нового для вас человека, нужного вам, нового для вас. Ну, что, даю установку, да, установка дана, установку дала, давайте теперь приступаем непосредственно к трактовкам, как же именно в вашей непосредственной ситуации, в вашем варианте проиграется вот эта вот самая карта дом, то бишь положение власть, как она здесь заявлена. Итак, первый вариант. Смотрим, что вас ждет на этой неделе. Вот так. Обман, мошенничество. Обман и махинации против вас вовремя раскроются. Зачинщики понесут наказание. Чуть не сказала защитники. Ну, защитники, видимо, у вас найдутся, и будет кому за вас заступиться и кому подсказать что-то вам, да, что кто-то против вас интригует. Здесь, возможно, такая ситуация, что если вы скажете человеку, как я уже упомянула во вступлении, если вы скажете человеку, что вы хотите с ним дома семьи ввести его в свой дом, так сказать, возможно, этот человек поймет, наконец-таки примет и более активно будет вставать на вашу сторону, займет вашу позицию, скажем так, да. Ну, ладно, давайте сделаем скидку, что не обязательно, если вы хотите ввести человека в свой дом. В любом случае у вас укрепятся связи с теми людьми, да, оглядываясь на эту карту дома на тне колоды положения власть. Давайте я ее сюда и положу, эту карту положения в положении, пусть будем мы на этой неделе. Так вот, найдутся связи у вас, найдутся люди, которые вовремя предупредят вас о неком злодеянии, мошенничестве, обмане, направленном против вас. С одной стороны. С другой стороны, если видишь на картине, да, если чувствуете, что ваша интуиция вам подсказывает, что вот ты туда не ходи, ты сюда ходи, вот слушайте свою интуицию. То есть, возможно, что-то, ну, как бы человек явно вас обманывает, да, какой-то. Вы явно, ну, как бы, это явно, но вы не хотите этому верить. То есть, с одной стороны, вы это видите, это понятно, это все на виду, а с другой стороны, вот, ну, не хочу верить, да, не хочу верить. Вот, пожалуйста, я вас очень прошу, когда вы ловите себя на таком вот моменте, ну, не хочу я верить, что он меня обманывает, что он лжет, я сам обманываться рад и все такое прочее, все-таки, вот, не радуйтесь этому обману, не обманывайтесь при малейшем подозрении, слушайте себя и, ну, не идите на поводу своих каких-то излишних желаний, да, излишней доверчивости, излишних каких-то надежд, что, а вдруг все обойдется, да, вот. Ну, здесь, возможно, судьба не то, что вам урок преподаст, а сама вам скажет, что не надо слишком надеяться. Если ты видишь, что тебя обманывают, ну, не будь ты уж как ревизор, да, то есть, наоборот, не ревизор, а этот чувак, который там, которого, который, наоборот, обманулся, городничий, да, не будь как городничий, да, как тот чувак, сколько городничий, да, когда все же было ясно, все же было понятно, вот, ну, там у страха глаза велики, а здесь вы не боитесь, вы скорее идете на поводу у своих надежд, желаний очень сильных, да, у своего хорошего отношения к людям, типа, а вдруг я зря подозреваю человека. Вот если подозреваете, имейте в виду, что не зря, имейте в виду, что правильно подозреваете и прислушивайтесь к этим своим подозрениям, да, все будет очевидно. То есть, обман раскроется именно на этой неделе, то есть, ну, дай бог, ситуация на этой неделе начнет развиваться и на этой же неделе закончится, то есть, вы увидите этот обман, и у вас будет, конечно, шок. С одной стороны, да, я как бы что-то подозревала на эту тему, да, что-то такое, что-то такое мелькало, да. Сейчас начнутся упреки, подозрения, как в том анекдоте, да, про женщину и мужиков, как бы про жену, вернувшегося с работы, из командировки мужа и мужиков, которые валялись там везде, начиная с лестницы и заканчивая там вообще, ну, лестницей, квартирой, да, все у мужиках завалено. Вот и жена говорит, сейчас начнутся упреки, подозрения, вот у нее там сплашные мужики. Вот, то есть, вот такие вот очевидные моменты, очевидные вещи не пропускайте, но в любом случае, все равно вы будете в шоке, что вот так все произошло. Тем не менее, шок, отделайтесь вы легким испугом, шок быстро пройдет, и самое главное, вы, ну, сможете благополучно выйти из этой ситуации без ущерба, да, вот самое главное, без ущерба. Кто вас обманет, возможно, в вопросах недвижимости какой-то обман, особенно если вы поторопитесь и, скажем так, клюнете на первое попавшееся предложение и очень заманчивое предложение, да, когда человек вот сам к вам лезет и прям вот навязывается, да, давай, давай, да, во-первых, лезет, навязывается, во-вторых, когда торопит. Вот момент торопит, это очень, да, очень существенно. Если вдруг вам звонит какой-то незнакомый товарищ, представляется знакомым, типа, мама, я попала в милицию и все, в полицию, да, а может и в милицию сказать, кстати. Почему нет? То есть если вот вам звонят и что-то такое говорят, понимаете, что это мошенники, да, и по телефону лучше вообще чужие номера не брать, ни с кем не связываться, если говорят, что, как обычно, да, все эти истории, что, типа, ваш банковский счет под угрозой, там, ваша недвижимость под угрозой, переведите нам все деньги на безопасный счет, срочно все продавайте и переводите нам, это все мошенники, да, то есть имейте в виду, что вот. То есть буквально вас могут вот так вот обмануть по, пардон, попытаться обмануть по таким вот прямым схемам. Может на улице к вам кто-то пристать, потому что мы здесь, пристав, да, потому что мы здесь видим некую вот улицу, некое общественное место, да, возможно, что-то типа, ну, не театр, а какое-то присутственное место, да, вот какое-то присутственное место, торговый центр, кстати, почему нет? Вот кто-то может подойти, что-то вам сказать, что-то предложить, не ведитесь на все эти предложения и провокации, можно даже так сказать. В общем, недвижимость осторожнее, если у вас сделка намечается, ну, все пройдет благополучно по итогу, но осторожно, чтобы, будьте на чеку, чтобы вас все-таки не обманули, да, ну, я надеюсь, что вы разберетесь по ходу дела, хотя и будете в шоке. Если вы, если кто-то вам говорит, что типа, а что ты, обжегшись на молоке, дуешь на воду, да что ты такая подозрительная, да, что ты параноик вообще, не обращайте на это внимания, это тоже может быть манипуляция, манипуляция, чтобы, ну, наоборот, вас как-то упрекнуть, да, чтобы заставить вас что-то сделать, может, так сказать, даже кто-то из ваших близких абсолютно не, ну, без задних мыслей, да, то есть сам ваш близкий тоже может повестись на какое-то мошенничество и вас еще торкать, что типа давай-давай. Кстати, осторожно с бабушками, дедушками, с родителями уже в возрасте, вот бывает такое, иногда звонят им, что-то такое скажут, но опять же по поводу, там, переведите нам деньги и все такое, и будет вам счастье и поможете Родине. Так вот, в таких ситуациях, да, родители сразу паникуют и сразу, а вот надо бежать, лететь, срочно там куда-то отдавать эти деньги, да, или срочно переводить, срочно нести это все в банк. Вот последите за вашими старшими близкими, потому что вот не только вы можете попасться на эту удочку, но и близкие. И они будут, я от чего отталкиваюсь, да, от мысли, что человек будет вас тоже торкать на тему ну давай-давай, ну что ты, зачем ты, ну как бы, почему ты не веришь, почему ты такая подозрительная, если сказали, значит, правда, да, по телевизору ерунду не скажут и все такое. Вот в таком духе могут вас как-то, ваши близкие, толкать на некое действие, чтобы вы поддались, так же, как эти близкие поддались на мошенников, уговоры, да, на уговоры, на обман мошенников. Вот, в общем, будьте осторожны, особенно с недвижимостью. Пожалуй, все по этой карте. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Какая у нас следующая карта? Про обманы мошенников я вроде все вам сказала. Я думаю, что вы сами знаете, что с этим делать. И, может быть, сами уже, фу-ть-фу, не дай бог, но тем не менее, попадали в такие ситуации, некий грустный опыт у вас уже есть, да, и вы действительно умеете и правильно делаете, что дуете на воду, обжегшись на молоке или там, или наоборот, да. Ваши мечты осуществятся раньше, чем вы задумали. Дерзайте, и результат удивит и порадует вас. Замечательно. Карта ожидания здесь упадает. Вот такое замечательное пророчество, что мечты осуществятся раньше, чем вы думали. Дерзайте, результат удивит и порадует. Ну, замечательно. Если вы загадали сюда какую-то проблему, проблема, естественно, решится, с одной стороны. Опять же, если идет речь о некой сделке, возможно, подписание сделки не обязательно прямо на этой неделе, но нужные связи, нужные договоренности у вас появятся и укрепятся именно на этой неделе. То есть решение будет принято вот сейчас, вот на этой неделе. Замечательно, прекрасно, с чем я вас и поздравляю. И пока не заглядывая на третью карту, не взглянешь, не поймешь, давайте предположим, что, возможно, вы дождетесь некого человека, в том числе издалека, из дальних стран. В общем, кого-то, кого вы ждете. Ну, или, как вариант, посылку с Алиэкспресса. Тоже вариант. Посылку или какую-то вещь, которую вы также ждете. А, кстати, может быть, не только посылка, которую вы честным трудом оплатили, да, заработанными, честно заработанными деньгами в поте лица. Здесь, возможно, вам вернут какую-то вещь, да, которую кто-то брал и был вам должен. То есть не обязательно, что именно долг денежный. Ну, сейчас третью карту откроем и узнаем, что же вам вернут. Догонят и еще дадут. Вот некую вещь могут вам вернуть, которую у вас брали. Вот у меня иногда брали диктофон еще во время ОНА, во время диктофона, фотоаппарат брали. Сейчас у нас это все на телефонах есть, да. А когда это было актуально, вот, да, это было актуально. Вот брали у меня иногда, долго не возвращали, но вот я была очень рада, когда мне какую-то вещь вернули. Вот так же вам какую-то вещь могут вернуть. Не знаю, что это может быть. Давайте спросим. Ага, эта карта рискованные действия. Вас ждет крупная удача. Обдуманно рискуйте и доверяйтесь чутью. Что я вам с самого начала сказала? Опирайтесь на верных людей. Что нам говорит вот эта вот карта, выпавшая на дне колоды? И следуйте разумным советам, своим собственным прежде всего, а не всяким паникерам и мошенникам, да. Паникеров и мошенников. Ну, даже не знаю, что вам вернут. Должок какой-то, да. Здесь вот сидят люди и вешаются в карты, да. Два, не, не два, там больше, по-моему, человек. Третий спрятан. Но видим только двух. Возможно, кстати, деньги, раз уж они на деньги играют все-таки, да. Деньги что-то я тут не вижу. Тут, по-моему, только стакашки стоят с некой выпивкой. То есть какой-то клуб, какое-то общественное место, да, где вот идет какая-то игра, какая-то деятельность, игра на бирже, что угодно здесь может быть. Это вполне себе реально, да. То есть рискуйте. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Они вот уже, видимо, выпили тут немножко и начали рисковать дальше, продолжили рисковать. Вот, в общем, принимайте решение, я согласна, своему чутью по тому, как вы видите ситуацию. Из всех неприятностей вы выйдете с честью. Дождетесь то, что вам должны другие люди. Кстати говоря, поскольку здесь изображено два мужика, а не два ли мужика вот так вот, ну, не то, что на вас играют и вас разыгрывают, а не два ли мужика, которых вы ждете, абсолютно честно к вам настроенных, абсолютно нормально к вам настроенных, выйдут к вам на связь. Причем они друг с другом могут быть даже знакомы. Сейчас кто-то скажет, что я фантазирую. Один бы вышел, блин, а тут целых два, да еще которые знакомы. Ну вот не знаю, каким-то образом могут даже два появиться в вашей жизни. И вам еще придется выбирать из них двоих. То есть не они будут разыгрывать, жеребий бросать, кому же выходить к вам на связь, а скорее вы дождетесь. И вот внимание, ну ладно, пусть от одного мужчины внимание у вас будет. Мужчины, если два, да, если вдруг два, они как бы, они сошлись в вода и камень. Стихи про залет и пламень, точка, да, ну там продолжение. Не столь различны меж собой. Вот эти два человека могут быть абсолютно различны. Это как черное и белое, как вот плюс и минус. Совершенно разные люди, разные по характеру, разные по внешности, разные по масти, даже по цвету волос разные, да, черные. Черный мужик и белый мужик, условно говоря. Условно говоря, не обязательно, что кто-то из Африки или там из Америки, да, темных кровей каких-то неких. Но человек другой абсолютно, да. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Вот таких вот два человека выйдут к вам на связь. И там веселые они, не веселые по жизни, но к вам они настроены абсолютно серьезно. Если вам кажется, что они с вами как-то играют, что они вас обманывают, не путайте их с тем мошенничеством, которое вас ждет скорее по моменту финансов. Эти товарищи, наоборот, будут вам подсказывать, будут вам помогать, укреплять какие-то творческие, деловые связи и что еще, да. И они будут очень вникать в ваши дела, будут вас поддерживать, да. И самое главное, что у них на вас какие-то большие планы. Не обязательно прям буквально любовные, но большие планы. Сейчас подгляжу в карты. А нет, вполне себе любовные. Какие у них на вас планы? Исполнение желаний, как мы видим, да. Карта, которая мне очень напоминает свадьбу. Так что вы еще будете выбирать, кто вам больше нравится. Ну что, пожалуй, вот так, да. Пожалуй, такой прогноз ждет нас на этой неделе. В общем, слушайте свою интуицию. Вы, конечно, будете в шоке, но обман вам удастся раскусить. Слушайте правильных подсказчиков, которые, наоборот, да, немножко паранойят и говорят, а вот остерегись, там обман. Вот слушайте, если говорят, что там обман. Не слушайте тех, кто говорит, да ладно, да че ты, это все обойдется, че ты паранойишь. Вот таких не слушайте, да. Или кто торопит, давай-давай скорее принимай решение. Не надо торопиться, как обычно. Ожидание ваше вознаградится. Все ваши рискованные действия в прошлом, давайте тоже скажем, все ставки в прошлом сыграют на этой неделе. Если вы играете на бирже или еще в каких-то рискованных муроприятиях участвуете, будет вам большой куш. Скажем так, даже это не куш как таковой, да. Ну, куш, но куш не куш, да. Но это хош не хош, куш не куш. Это результат ваших собственных интеллектуальных действий. То есть вы получите свою награду за сделанную когда-то ставку, за верный сделанный расчет. Вот, да, имейте в виду. Ну и дождетесь вы не просто одного человека, а даже двух товарищей, ну и как минимум двух разных противоположных, как черное и белое. И один из них, как минимум, возможно, будет претендовать на вашу руку, сердце и прочий ливер, да, не говоря уже о доме, недвижимости и всем остальном. Вот, да, так что у вас будет из чего выбирать, будет что получить, будет чем вознаградиться и утешиться на этой неделе за, возможно, долгое ожидание. По проблеме. Проблема решится. Получите, возможно, не сейчас решение. Ну, то есть не сейчас получите сделку, не сейчас получите документы, но само решение получите сейчас. Риск благородная дела в вашем случае, да, ваш риск, ваша ставка оправдается. Ну и вот, опять же, берегитесь мошенников, но вы их выявите на этой неделе, может быть, даже уже сегодня или завтра, в начале недели. Слушайте, ну, я уже повторяюсь, как обычно, все, пожалуй, надеюсь, максимально глубоко этот вариант копнуло. Перехожу к следующему, ко второму варианту. Итак, следующий вариант. Кто выбрал розовую бабочку с розовым цветочком на зелененьком фоне? Что нас здесь ждет? Что нас здесь ждет? Смотрим все три карты, может быть, сразу. Раз уж я открыла. Подарок, награда. Ух ты, классно! Мне очень нравится эта карта здесь, как она выглядит. Ага, так, резкость есть. Ваше ближайшее будущее – это неожиданный подарок или высокие почести. А лучше и то, и другое, да, и того, и другого, и можно без хлеба. Но хлеб тоже нужен с маслом, и с икоркой, и все тоже замечательно. Неожиданный подарок. В предыдущем ренте я говорила, что вернут некий должок. А тут не должок, тут просто подарок. От всей души, от всей, ну, как бы даже без задней какой-то мысли, да, вот от всей души, от всего сердца вам что-то такое преподнесут, что вас очень порадует. Давайте смотрим дальше. Враг потеря. Ну, куда ж без негативных карт. Критика из-за ошибки нанесет серьезные раны. С вами будут несправедливы, но вы должны ждать, когда буря уляжется, и все пройдет. Тут запятая не нужна, когда буря, потому что когда буря уляжется, и когда все пройдет, да. Или наоборот нужна, когда буря уляжется, и тогда все пройдет. Ну, возможно, да, возможно, пора делать расклад на тему, кто сплетничает у вас за спиной. Ну, здесь скорее не сплетни, а здесь скорее критика некая. Конечно, она может вас больно ранить. Можно, конечно, сказать, что в своем глазу соринка, а в чужом глазу бревно. Но то же самое, если кто-то скажет вам это, то же самое можно сказать не только в ваш адрес, но и в адрес этого загаданного, ну, не загаданного, а подразумеваемого, не загаданного, слава богу, подразумеваемого здесь человека. Хотя, возможно, что если вы сюда загадали человека, вы и от этого человека услышите некие критические замечания, и он поведет себя, ну, может быть, не очень как друг в отношении вас, да, может быть, как-то с каким-то даже негативом. негативом. В любом случае, даже если он прикрывает это некой, в кавычках, якобы, конструктивной критикой, в любом случае, когда нам говорят какие-то гадости, это, ну, может быть, даже неосознанное, неосознанное, пардон, но некое враждебное поведение. То есть, по идее, люди, которые нас принимают такими, какие мы есть, они, по идее, нас не критикуют, наши поступки, им типа все нравится, да, если говорят, типа, а че ты как-то то ли пополнела, то ли похудела, вот имейте в виду, что вот это вот а че это ты, и далее по тексту все, что угодно, да, а че это ты сегодня пришла или не пришла вчера, да, а че это ты надела это платье, вот все, а че это ты, даже от близкого человека, это некая попытка вас как-то уколоть, уязвить, поставить себя выше вас, как-то вот дать вам какой-то завуалированный совет в духе, а я же о тебе забочусь, да, ты же мне близкий человек, на самом деле это вот некая манипуляция, это некое такое даже завуалированное под заботу, под там, участие, поддержку и все, что угодно, да, под любые благи, благие намерения, которыми, как известно, выслана дорога, известно куда, да, соответственно, посылайте по этой дороге всех, кто вам будет что-то говорить, вот, возможно, даже близкий человек скажет вам какую-то гадость, так что, ну, посылайте или не посылайте, словесно, вербально или мысленно, это уже ваш вариант, да, ваш собственный выбор, но имейте в виду, что вот кто-то вас так огорчит, и, в принципе, готовьтесь, если вы выходите в люди, если вы, блин, зачем я этот вариант выбрала, да, если вы выходите в люди, если вы представляете какие-то труды свои, плоды, труды своего творчества, готовьтесь, что вам кто-то, какой-нибудь козел, напишет какую-нибудь гадость, да, ядость моя, вот такая вот ядость, у вас нарисуется на этой неделе, да, вот некий такой едкий, язвительный человек, капающий ядом на вас, да, ну, имейте в виду, что в любом случае это зависть, зависть, да, всякая ядость, это зависть, критика из ошибки нанесет серьезные раны, вот раны, я бы сказала, ключевое слово, ошибка, не ошибка, да, возможно, есть человек, который просто воспользуется вашей некой ошибкой, вот он ждал, 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 когда вы ошибетесь, ждал, ждал, и вот он вас кальнул, да, если вы загадали какое-то дело, возможно, у вас есть конкурент соперник, который вот дождется некой вашей ошибки, вы себя не корите за ошибки, потому что, во-первых, не ошибается тот, кто ничего не делает, а во-вторых, да, эрара хуманум эст, блин, да, человеку свойственно ошибаться, это нормально, мы на ошибках учимся, вот, да, как этот дурак учится на своих ошибках, а он на чужих, ну, вот, тем не менее, будьте, будьте умными, учитесь и на своих, и на чужих, и если человек начинает вас колоть, да, замечает каждую, извините, соринку у вас в глазу, да, блох у вас там где-то везде отлавливает, просто знайте, что это за человек, да, он себя покажет, вы увидите, я надеюсь, что вы сможете от него защититься, да, вы просто будете знать, кто это, и как он себя ведет, почему он так себя ведет, да, если это близкий человек, близкий друг, которого вы знали, которого вы считали своим близким человеком, еще раз скажу, да, близким другом, просто, знаете, что он, ну, скажем так, подпитывается и поднимает свою оценку за счет вас, да, за счет таких вот колкостей в отношении вас, что он, как бы, подчеркивает ваши ошибки, типа, чтобы ты больше так не ошибалась, да, вот, ну, просто будете знать, что от него ждать впредь, да, будете знать ему цену, если это конкурент, конкурент выплывет, вы тоже будете знать цену, да, этому человеку, будете знать, что в дальнейшем с ним делать, ага, с вами, еще дочитаю, что здесь, еще раз, может, еще какие-то мысли умные придут, с вами будут несправедливы, но вы должны ждать, когда Боря уляжется, все пройдет, но все пройдет, и слава Богу, да, Боря уляжется, все пройдет, ждите время, лучшее лекарство, да, вот такое вот здесь утешение от карты. Карта имущества, опять же у нас проигрывается вот эта карта, дом, положение, власть, здесь выпавшая на дно колоды, имущество, ожидается приращение капитала, возможное наследство, ваш успех будет значительнее, благодаря вашим усилиям и знакомствам. Опять же, вопрос связи, вопрос имущества, вопрос наследства, возможно, у вас решится на этой неделе, что нам говорит и эта карта, над ней, со дна колоды, и вот эта карта. Собственно, никак я ее здесь комментировать не буду, только, наверное, то скажу, что вот этот ваш враг будет посрамлен, он в том смысле, что все равно награда, подарок, имущество, деньги достанутся вам, человек останется с носом, и ему ничего не останется другого делать, кроме как капать ядом, и вам говорить какие-то гадости. Ну и пошло оно нафиг, да, этот человек, в смысле, потому что все равно все ваше, а у этого человека остается, и вам такой вот подарок от судьбы, от небес, который вас защищает, судьба в смысле, да, а человеку остается только его злоба, ну пусть он там чернеет, да, с этой своей злобой, пусть злится хрен с ним, вот так здесь можно сказать. Пожалуй, все, не буду я портить этот прогноз, да, в итоге карта нам все сгладила, да, денежки придут, имущество придет, решатся финансовые вопросы, вопросы с наследством, с недвижимостью, вы получите вот то, что вы заслужили, то, что принадлежит вам все равно по праву, да, деньги придут, то, что ваше будет ваше, вот, все, пожалуй, пусть максимально будет этот прогноз общим, да, пусть получите все самое замечательное, и врагам ничего не достанется, а я перехожу к последней, к третьей варианте, да, к третьей бабочке, и так, третий, красный вариант, и розовенькая бабочка, что же нас, вас ждет на этой неделе, дорога, начинания, ну, поездка какая-то, любые начинания и поездки состоятся, ура, планируйте значимое, если вас поддерживают, рассчитывайте на финансовый успех, а вас, конечно, поддерживают на этой неделе, я уже говорила про укрепление связей, карту дома в начале этого гадания, выпавшего на дне колоды, так что, вот, ждет вас финансовый успех, денежки, здесь, скорее, финансовый успех в будущем, сулит некое мероприятие, в которое вы включитесь, если поездка, движение, командировка, она тоже вам принесет какую-то денежку, то есть, если вы думаете ехать, не ехать, поезжайте, вы получите за это хорошие возможности, пардон, на перспективу, хорошие денежки в будущем, и, может быть, вообще долгий перспективный путь развития этого направления, так что для вас неделя хорошая для начинаний, для поездок, именно для, ну, и проектов творческих, и материальных каких-то начинаний, ну, и любовных, ладно, уж пусть, да, ну, скорее, для денежек, благоприятная неделя, вот он, этот парящий Меркурий в парящих сандалиях из Кадуцея, важное известие, неожиданное известие о продвижении по службе, пардон, перемены будут значительны, если окружение останется прежним, ну, не знаю, насчет прежнего окружения, там уж как пойдет, ну, в любом случае перемены для вас будут значительны, потому что укрепление связи у вас идет, то есть скорее всего, ну, тогда и окружение, соответственно, останется прежним, то есть, скорее всего, у вас уже есть какие-то люди в вашей жизни, с которыми вы сблизитесь, а вот те связи, которые существуют, они укрепятся, да, вот, ну, новые, новые движения, новые поездки, новые проекты, а связи, скорее, с прошлого, вот так здесь можно сказать, и последняя, третья карта, видимо, на предупреждение, заботы, болезни, возможны конфликты с близкими и друзьями, вы должны загладить ссору и быть терпимее, ну, загладить ссору и быть терпимее, это как бы универсальный совет, с одной стороны, с другой стороны, если кто-то против вашего путешествия, вашей поездки, если кто-то против новых начинаний вашей жизни, в том числе и любовных, и творческих, да, против ваших планов, кто-то из ваших близких, вот вам, возможно, здесь придется выбирать, оставаться с близкими, идти за советами близких, особенно если близкие маломощны, ей плохо себя чувствуют, болеют сейчас, да, допустим, ехать в поездку или сидеть у больного близкого, вот вы здесь должны выбрать, я бы сказала, что выбор только за вами, если вам совесть позволит от близкого ускакать в поездку, вполне делайте это, скачите, будут хорошие планы, хорошие перспективы, если совесть не позволит, и вы чувствуете, что вы себя сожрете потом, да, сколько не близкий вас сожрет, который болеет и вас не отпускает, а скорее вы сами себя сожрете, тогда, конечно, не надо себя мучить и близкого тоже, тогда откладывайте эти, эти дела, в конце концов, я думаю, что поездка, она, да, поездка и финансовые какие-то возможности, и важные известия, которые вас ждет, да, как некое важное приглашение куда-то поехать, я думаю, что это все можно будет, в конце концов, отложить, потому что, если вам это действительно по судьбе, то в перспективе, в жизни это все можно будет догнать, наверстать, наработать, да, вот, я думаю, что это он так гонит, скорее, скорее эту карету, видимо, поэтому и гонит, что придется заехать к близким, посидеть с ними, и побыть около них, а потом наверстывать, да, наверстывать упущенное, чтобы и свой долг родственный выполнить, и с близкими посидеть, и, соответственно, рвануть вперед в новое светлое будущее, в какие-то проекты, да, что-то вот скорее-скорее наверстывать, догонять упущенное, да, кстати, Меркурий, это ж этот гонец, да, помимо извещения, извещения из конторы, помимо важного известия, вы здесь, да, эта карта еще показывает именно скорость, да, вот эти сандалии, не зря я на них обратила внимание, да, когда вот шапку в охапку и бежать, а у него тут еще и шапка эта с крылышками, вот, в общем, может быть, вам придется отложить из-за болезни, из-за, извините, даже не сколько болезни, сколько нытья ваших близких, ваши какие-то важные дела, ваши решения, ну, отложить, да, а потом наверстывать, догонять, но у вас это все получится, да, чтобы и с близкими наладить, укрепить связь, и свои дела все сделать быстро-быстро, да, быстро-быстро, голубым по Европам, с одной стороны. Вот хочется мне сказать по этой карте забота-болезнь, забота и болезнь, здесь, скажем так, даже не болезнь как таковая, ну, может быть, болезнь, но, скажем так, текущее недомогание вашего близкого может сыграть, но здесь скорее человек просто ноет и требует вашего внимания, чем тупо болеет, да, то есть вряд ли у него там реально какой-то приступ, просто, да, как бы воспаление хитрости в некотором смысле, то есть человек может просто вас не отпускать, считать, что вы неправильно себя ведете, и, ну, может быть, не обманывать, что он болеет и нуждается в вашем внимании, а может быть, извините, у него такая, такой, такая психика, да, такой психотип, что он, вот, если он не хочет вас от себя отпускать, он сразу начинает мыть, страдать, болеть, да, стекать на пол, падать в обморок, биться в истерике, да, и у него сразу какой-то припадок начинается, нервический, да, вот, и что типа сиди со мной, успокаивай меня, вот, когда ты со мной мне хорошо, когда ты уезжаешь, мне сразу хреново, да, вот, какая-то такая личность может вам скорее больше выносить мозг, чем вот так реально болеть, да, то есть человеку нужна ваша забота, человек больше создает вам проблемы, чем реально сам болеет, вот такая здесь у меня мысль мелькнула, хотя я надеюсь, что не, что не, ну, нет у вас таких близких, которые настолько вам выносят мозг, что чуть что, да, чуть вы на порог, а они сразу начинают истерики закатывать, да, если вы загадали, заказали сюда какое-то дело, торопитесь, конечно, сделать это дело, и в принципе это все дело быстро пойдет у вас, это все дело, но в итоге могут быть какие-то заботы, мелкие проблемы, которые немножко это все затормозят, и у вас получится, как бы, рывок вперед, топтание на месте, рывок вперед, топтание на месте, вот в таком каком-то режиме, в таком каком-то режиме,